Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я разговариваю причины лица, причем не осознанно, когда я чем-то усиленно думаю, размышляю, у меня руки автоматически тянутся к лицу и раздирают его, либо у меня стресс, тревога и снова руки тянутся к лицу и раздирают эти мелкие ранки, которые бы давно зажили без моего участия. Я понимаю, что мое лицо не было бы в таких шрамах, если бы я его не раздирал, осталось себя контролировать, но опять же во время усиленного мыслительного процесса забываю о том, что нельзя, о том, что я больше не прикасаюсь к своему лицу, я об этой остановке забываю, что ли отключаюсь. Сталкивались ли вы в своей практике с подобными случаями? Что можете посоветовать в подобной ситуации? Я думал, может заниматься чем-то свои руки во время тревоги, беспокойства или когда думаю и чем? Какую найти альтернативу? Смотрите, аноним. Ну, во-первых, причая на ваш первый образ, да, конечно, сталкивались безусловно, потому что то, что вы описываете является, в общем-то, довольно такой, ну, распространенной формой аутоагрессии, то есть это вот причинение, причинение себе вреда, да, такого, ну, скажем так, полуопосредованного, да, вреда, вреда. То есть не прямого, то есть прямого самопичевания нет, но в определенных моментах, когда, ну, например, что-то значимо происходит в вашей жизни. Вы причиняете себе вред, поэтому, да, сталкивались, это аутоагрессия. Что можете посоветовать в подобной ситуации? Ну, на мой взгляд, психологи не занимаются советами, вот, психологи занимаются тем, что помогают человеку решить его проблемы, но вот как бы... Заниматься советами это довольно неблагодарная история, вот, давать советы история неблагодарная тоже, вот, и поэтому мне кажется, что, ко всему прочему, совет еще не помогал, то есть, как бы, ну, что такое совет? Ну, совет, вот, переключайте свои внимание, там, делайте что-то или дота, да, ну, посоветовали вам, да, а дальше что? Поэтому здесь делаю совет, а здесь делаю в работе. И то, что вы хотите совет, для меня выглядит так, как будто вы не очень хотите от этого избавиться. Ну, не очень хотите, как бы, перестать это делать. И это нормально, потому что у любой, в принципе, привычки есть выгода. Выгода. А, ну, вторичная выгода. Вот. И у вас... Это выгода. Так же присутствует, она есть, вторичная выгода, от ваших действий. И, собственно, вы ее, вот, будете как-то защищать. Ну, свою выгоду, вторичная. Потому что, отказаться вам, человеку, от нее, вот выгода. Вторичная. Довольно сложно. Начну эту вторичную выгоду выявить. Вот. И научиться нам по-другому, собственно говоря, ее реализовывать. Вот и все. Это помимо того, чтобы увидеть, какой конфликт здесь находится. Например, в качестве предположения я мог бы привести вот такой аспект. Например, то, что, когда нужно вам решить какую-то задачу, например, вы внутри себя можете прокручивать что-то вроде идеи о том, что если вы себя не будете как-то вот стимулировать, да, если вы не будете себя, ну, что-то с собой делать, вот, то, блин, ну, и не получится ничего у вас. Конечно, это пока только предположения, да? Я не знаю, потому что я не знаю деталей, может быть, я не прав в данном случае, но это как вариант. Вот. Вот. Поэтому нужно вот на этом как, ну, как минимум вам обратить свое внимание и начать именно с этого. именно работу начать, а не, ну, советы какие-то. Потому что советы не решают проблем в данном случае, ну, и вообще не решают проблем. Вот, ну, как-то так, вы себя наказываете, вы себя вините, получается, по факту каждый раз, когда сталкиваетесь с какой-то задачей. Вот. Вот. Для вас это нормально себя наказать. А, для чего себя наказывают? Чтобы, вот, чувствовать, что все хорошо, чтобы, ну, как-то, вот, операция на... что-то. А без этого опираться, опираться на что-то сложно. Может быть, даже для вас невозможно. Ну. Так вот. Так бывает. Тоже. Вот. Поэтому. Так. Просто отказаться от того, что вы привыкли, привыкли делать, да. А, пока вы не предложите себе другой, ну, другой способ, да. Важный руль играет здесь еще. Хронология. То есть. Когда вы начали это делать? Так. Ну, в какой момент, например. Делали ли вы это всегда? Или вы это делаете только вот в последнее время? Что-то послужило источником, что-то послужило триггером, пусковым механизмом, чтобы так делать. Вот. Понимаете, да? Так. Поэтому со всеми этими вещами нужно разобраться последовательно. И вам помочь, чтобы необходимость делать так, как вы делаете, сама по себе исчезла, не заставлять себя, знаете как, насильно, да. А именно вот, потихоньку, 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 потихоньку. Последовательно. Так сказать. Вот. Я думаю. Такое ответ, а? Можно, да. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да? Работа над собой, значит, предполагает формулировку определенных постулатов, определенных направлений, которые, ну, вы вот можете формулировать. И движение по этим самым направлениям. Хотя бы вот в качестве, ну, первичных аспектов. Вот. Довольно часто бывает так, что вот то, что вначале человеку виделось как проблема, то есть вначале человек видел как проблему, а на самом деле это вот проблемой может не являться, да, например, например, а на самом деле может быть вот там какой-то вот другой элемент, да, какая-то другая, ну, какая-то вот так. Тоже бывает. Вот. Ну. Частенько так бывает. Поэтому я вот надеюсь, что вы какие-то вот выводы для себя сделаете, да, я надеюсь, что, ну, какую-то вот пищу для размышления для ломбара. вот. И, соответственно, вы уже с этим сможете вот как-то взаимодействовать. и, соответственно, начать для себя вот так называемый процесс изменения. вот. Ну, это, понятное дело, решать только вам, кому больше. желаю вам удачи, всего самого доброго, обращайтесь за помощью, мы рады будем вам эту помощь оказать. В洗 Invización Волливого Много чтобы уничдить вас виновата. Надеюсь, что это такое вот costsное, как Пока, не оцев champions. Так вот. Почти третьим.